Доброго дня, всем добрым людям. Мы снова на ютуб-канале Марка Солонина. Вынужден напомнить самому себе, что канал этот создавался для разговоров и бесед по истории Второй мировой войны, чем я занимался много лет. Вместо этого мы полтора года обсуждали события о той войне, которая происходила у меня за окном. Теперь началась в мире и на нашем канале Вторая война. Я сразу должен пояснить, почему так долго, 7 числа с прошлой субботы, не было никаких моих видео, посвященных тому, что началось в Израиле. Но я нахожусь в процессе перемещения. Это оказалось несколько сложнее и дольше, чем я думал, переместиться из одной воюющей страны в другую воюющую страну. Но я надеюсь, что уже следующие наши выпуски, посвященные событиям в Израиле, будут происходить оттуда. Оттуда и у нас будет возможность беседовать с людьми, которые живут, работают и воюют там. Сегодня я это записываю буквально в гостиничном номере. И несмотря на то, что пока еще неясного гораздо больше, чем ясного, думаю, что сейчас есть некоторые вполне ставшие очевидными вещи, которые, наверное, общественно полезно вслух проговорить. Итак, что произошло утром 7 октября 2023 года? Оно прежде всего надо напомнить, и израильтянцы это, конечно, прекрасно помнят, что 6 октября 2023 года исполнилось ровно 50 лет самой страшной, самой тяжелой войны Израиля, так называемой война судного дня, которая началась 6 октября 1973 года. Поэтому параллели здесь совершенно неизбежны, и более того, они вполне оправданы. Так вот, в этом году, в 2023 году, 7 октября утром, группы арабских, так называемых, палестинских террористов, руководимых организованных террористической организацией «Хамас», сразу подчеркиваю, что эта организация не признана в России, в нынешней путинской России, террористической организации, ее лидеры периодически прилетают в Москву, и даже сейчас раздают интервью на центральных каналах российского телевидения. Так вот, группы подготовленных «Хамасом» террористов пересекли, так сказать, разграничительную линию, которая там создавалась довольно долго вдоль границы с Газой. Карта перед вами. Еще раз, для тех, кто не в курсе, и, соответственно, только те, кто не смотрел наш огромный сериал. А Газы – это, строго говоря, полоска пляжа, 40 километров в длину вдоль берега Средиземного моря, 6 примерно километров примерно в наиболее узкой части, где-то 12 километров в наиболее широкой части. Сейчас там проживает несколько менее двух миллионов человек. Это самый густо населенный кусок обитаемой Земли, обитаемой планеты. Вот есть сообщение, что они прорывали эту самую линию проволока, датчики, электрии, наблюдения и всякое такое. В 30 местах сначала были сообщения несколько сотен, потом все-таки, вероятно, было несколько тысяч вот такими вот группами, в основном малыми группами, с легким стрелковым оружием, исключительно и только с легким стрелковым оружием, кто пешком, кто на мотоцикле, кто на автомобиле, а потом просто бежала толпа, буквально бежала толпа ногами. Они проникли на территорию Израиля, ну, разумеется, никаких минных заграждений вдоль этого не было, вы прекрасно понимаете, мины – это оружие неизбирательного действия, не может же израильская армия строить какое-то минирование. Вдруг там появится ребенок, этот ребенок зачем-то перелезет через колючую проволоку несколько рядов, может быть, ребенок сделает подкоп детской лопаткой, и таким образом ребенок попадет на минное поле. Поэтому минных полей никаких не было. А в течение нескольких часов, они абсолютно безнаказанно, не встречая организованного сопротивления израильской армии, или вообще не встречая организованного нигде, во многих местах не встречая никакого сопротивления, продвинулись достаточно далеко, насколько максимально они дошли до Оф-Аким, это поселение, это 22 километра по прямой, наиболее норматические события происходили в Риим, который я там обозначил, там происходил фестиваль, мы к нему еще вернемся, они ворвались примерно в десяток больших и малых населенных пунктов, но если смотрим по карте на Оф-Аким, в общем, им уже до Баршевы оставалось не сильно далеко, а Баршевы – это огромный город, неформальная столица юга Израиля, там бы они убили уже, тогда бы счет убитых пошел на десятки тысяч. Тем не менее, и на этой территории, здесь, как видите, маленьких поселений, они в них врывались и убивали просто всех, кто попадался в прицел, а некоторых убивали и вручную. Некоторых убивали и вручную, порядка сотни человек захватили заложники, дабы иметь инструмент для дальнейшего давления на Израиль. Но главным образом первая волна убивала, а дальше уже потянулись мародеры, которые просто обыскивали трупы, врывали из дома, что можно было уносили из домов. Убитых цифры непрерывно менялись, как вы знаете, сейчас говорят более 900 погибших, тысячи раненых, погибших в абсолютном большинстве, это именно амирные люди. Погибли, конечно, и полицейские, и солдаты, которые там были, но в меньшей степени, главным образом, это амирное гражданское население. Жертв могло бы быть гораздо больше, гораздо больше, но, к счастью, все новые израильские дома, есть закон, есть определенные правила строительные, должны иметь защищенную комнату на случай ракетного лета, бомбового обстрела. Такой бетонный ящик внутри каждого жилого помещения, в том числе многоэтажных домов. В ящик эта бетонная коробка должна выдержать удар бомбы, должна выдержать близкое попадание ракеты, и, соответственно, люди укрылись там, и оказалось, что выковырить их оттуда сложно, хотя террористы это изо всех сил пытались сделать, там, где дома небольшие, они их поджигали, и таким образом людей выкуривали из этих укрытий, и после чего их различными способами убивали. Таким образом, более 900 погибших. Это наиболее, на мой взгляд, правильная формулировка. Еврейский погром на территории еврейского государства произошел еврейский погром. Погром такого масштаба, я имею в виду количество убитых и раненых, которых, насколько я понимаю, в 20 веке здесь вот не бывало. Да, мы об этом говорили в нашем большом сериале, когда было произошено в государстве Заль, 47-й год. Прокатилась волна погромов по многим арабским городам. В частности, Алеппо, который сейчас у всех на слуху, но таких цифр убитых не было. А таких цифр убитых не было. То есть, это еврейский погром на территории еврейского государства, а небывалого масштаба. Чтобы, опять же, ввести это все дело в правильный масштаб, что такое 800, извиняюсь, более 900 убитых, вернемся, естественно, туда. На 50 лет назад, войну судного дня, еще раз хочу сказать, прямо честно, глядя вам в глаза, что, на мой взгляд, лучшего материала на русском языке по этой теме, по теме войны Зали, создания государства Заль, чем тот сериал, который выложил на нашем канале, я не знаю. Поэтому всем, кто интересуется вопросом, настоятельно рекомендую. Так вот, один из двух фронтов войны судного дня, один из двух, это был фронт северный на голландских высотах, сирийский фронт, где в первые часы нападения, вторая половина дня, 6 октября 1973 года, сирийская армия на фронте полоса выступления 50 километров ввела 17 бригад, из них 9 танковых, итогу 1300 танков, 1300 танков двигались по голландским высотам, поддержанные артиллерией, в составе 180 артиллерийских батарей, противник сирийской армии имел превосходство над тем, что тогда на тот момент имел Израиль 7 к 1 по танкам, 16 к 1 по артиллерии, артиллерии – это лавина, эта лавина стали и огня поддерживалась с неба сотнями самолетов, новейших, действительно новейших советских, была прикрита новейшими, вот просто без преувеличения новейшими советскими зенитно-ракетными комплексами, с которыми на тот момент Израиль не мог совладать радиоэлектронной борьбой, этого тоже оказалось, конечно, мало, в ходе уже сражения туда прибыло иракские подразделения, 300 танков, прибыло 2 танковые бригады из Иордании, 160 танков, и даже Кувейт и Марокко, Кувейт и Марокко не поленились прислать по танковой бригаде еще 100 танков, а вот с этим всем израильская армия справилась, при названном мной соотношении сил, ну, потом, конечно, потянули резервистов отмобилизованных, остановило наступление за несколько дней, разгромило 2-6 армии, пришло в наступление, и только усилиями миролюбивого общественности международной, израильское наступление было остановлено по дороге на Дамаск. Вот это сражение, вот это небывалое, небывалое, по концентрации танков на единицу территории, сражение продолжалось, но война-то длилась несколько больше, но активная фаза там была 11-12 дней, и за эти 11-12 дней, сражаясь против того, что я вам сейчас назвал, израильская армия потеряла убитыми, оценки разные, от 700 до 900, самая большая цифра, которую мне где-то удалось найти, 938 погибших израильских солдат, военнослужащих. Это за 12 дней боев против огромной вражеской армии с тысячей танков и сотнями самолетов. Провал в то, что произошло сейчас, то, что произошло 7 октября 2023 года, это неслыханный, невероятный, очень удивительный для тех, кто смотрит на ситуацию в Израиле со стороны, абсолютно ожидаемый лично для меня провал. Провал. Прежде чем перейти к рассмотрению его возможных причин, говорить о причинах не мне, но хотя бы что-то обозначить, хочу сделать еще одну, на мой взгляд, абсолютно неизбежную и для меня лично, и для значительной части наших зрителей, слушателей, сравнение с войной в Украине. Многие из наших зрителей в этой войне просто участвуют, отражаясь сейчас российскую агрессию против Украины. все-таки горе нельзя взвешивать, и страдания семей погибших нельзя взвешивать, а я говорю не про страдания жертв, я говорю про противника. А чтобы было понятно, с каким противником, имеют дело в том и в другом случае. Необходимо напомнить, что на территории Российской Федерации проживают сотни тысяч этнических украинцев, по переписи 21-го года в России обозначили себя как украинцевой переписи 850 тысяч человек. Они все живы. Я не слышал, мне неизвестно ни одного эпизода, когда на территории нынешней Российской Федерации, нынешней путинской России украинцев бы убивали за то, что они украинцы. А на территориях, которые оккупированы с 2014 года по сегодняшний день, это Крым, это сначала отдельные так называемые районы Донецка и Луганской областей, после начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года этой территории существенно увеличилась, оккупированная Российская армия. Там проживают миллионы людей, в том числе, все они изначально граждане Украины с украинским паспортом, многие из них, не считая, можно даже искать эту статистику, многие из них это просто этнические украинцы с родным украинским языком. Абсолютное большинство их живо. Абсолютное большинство их живо и живо по сей день. Абсолютное большинство тех, кто, к несчастью, к сожалению, погиб, погибли в результате военных действий. Из той же другой страны летают снаряды, взрываются ракеты, ползают танки и с неба бомбят самолеты. Даже использование высокоточного оружия в такой густонаселенной местности, например, как Донбасс, не может подотвратить поражение мирного населения. Случаи преднамеренного убийства, безусловно, имеют место. Все мы знаем Буча, и, к сожалению, это не единственное место, но, прямо и честно говоря, в масштабе, в масштабе той численности украинского населения, которое уже несколько лет, или хотя бы несколько месяцев, ну, уже лет, находится под контролем Российской армии, это абсолютно единичные эпизоды. На территории, контролируемой Хамасом, ни одного живого еврея не живет. Просто ни одного. Что касается тех событий, которые происходили 7 и 8 октября, да, там осталось довольно много живых евреев, но остались только те, которые не вошли в контакт, ну, то есть, которые не оказались во власти под контролем хамасовских боевиков. Ну, кто-то укрылся в укрытиях, кто-то отстреливался, ну, в конце концов, конечно, через несколько часов, несколько часов, появилась израильская армия, их отбила, но они остались живы. Те, кто оказался в руках и в распоряжении террористов, были или убиты с особой, ноги с особой жестокости, или угнаны дальше для того, чтобы их использовать как разменную монету в качестве заложников, или ими торговаться, или их в дальнейшем и убить. То есть, с одной стороны, абсолютно все живы, а с другой стороны, абсолютно все, кто оказался в руках. Хамасовских террористов убиты, по-моему, это абсолютная разница, если говорить о поведении противника, о действиях противника, и, как мне казалось бы, абсолютно всем нормальным людям эта разница должна быть понятна. Ну, к сожалению, не всем. Я же даже не говорю про то, что немедленно по всем европейским, не по всем, по многим европейским городам, конечно, прокатились демонстрации. Ну, понятно, это главным образом. Арабы, которые здесь в Европе живут, конечно же, подключились. Просто было бы странно иначе. Студенты Гарварда, того самого суперэлитного, суперпрестижного, самого престижного университета в мире, студенты Гарварда уже записали обращение, в котором, конечно, осудили авансом, авансом вперед осудили известные израильские военщины, высказались в поддержку священного права арабского народа Палестины и так далее. Но это ж ладно. Даже абсолютно нормальные люди, нормальности которых нет сомнений, нет сомнений, которые с первых же дней этого обострения многолетней войны заняли абсолютно правильную позицию, в частности, имея в виду агентство «Медуза». Очень, кстати, информативно. То, что я привожу их, вот скриншот с их сайта, это не потому, что они такие плохие, наоборот, это лучшие из лучших, это сливки. И вот эти сливки имеют такое представление об этом конфликте. Видите, он оказывается, один конфликт Израиля из Палестины, один из самых запутанных в мире. Вот как бы нам в нем бы разобраться. вынужден не согласиться с уважаемым агентством «Медуза». На мой взгляд, более простого, ясного и понятного придумать даже нельзя. Конфликт Израиля и арабских террористов – это конфликт раковой опухоли и человеческого организма. Исход его, этого конфликта для опухоли понятен, прогнозируем, с ясностью в 200%. Опухоль погибнет. Нет никакой возможности спасти опухоль. Я же не говорю про то, что надо ее спасать, не надо, может, кому-то считается, что надо. Спасти опухоль невозможно. Она погибнет. Или умелая рука хирурга ее вырежет и выкинет в тазик под операционным столом. Один вариант гибели раковой опухоли. Или раковая опухоль убьет организм, на котором паразитирует, и в тот же день погибнет сама. И в тот же день погибнет сама, потому что опухоль не может сама обеспечить собственную жизнедеятельность. В опухоли есть абсолютный паразит. Что тут неясного? Сколько классов образования необходимо, чтобы эти простые вещи понять? Кто в конфликте между Израилем и арабскими террористами является опухолью? Это тоже вопрос решается предельно просто. Предельно просто. Мы просто смотрим, куда двигаются деньги. Откуда, куда движутся деньги? Деньги движутся из Израиля палестинцам. 4,5 миллиарда, я не оговорился, 4,5 миллиарда шекелей, это примерно 1,2 миллиарда долларов, более понятых единицах, каждый год Израиль передает палестинской администрации. В подарок. В подарок. Из Израиля в газу движется невидимый глазом электрический ток. Вот вплоть до седьмого, вплоть до седьмого, вплоть до этого нападения, Израиль, несмотря на все многолетние обстрелы, продолжал обеспечивать газу электричеством, туда движется по трубопроводам вода, туда завозят продукты, туда завозят топливо бесконечным потоком бензовозов, так что сомневаться в том, кто тут является кормящим организмом, а кто является паразитической опухолью, никаких, малейших оснований нет. Малейших оснований нет. Что будет, если патчи всякого чаяния? Я в это не верю, этого не будет, но этого не будет. Израиль имеет сейчас все возможности технически для того, чтобы очень громко хлопнуть дверью на прощание, но этого не будет. Если чисто абстрактно предположить, что опухоль победит, что палестинцы, так называемые, победят Израиль, дальше что будет на этой территории? Откуда они будут получать деньги? Их сейчас финансируют, их финансируют со всех сторон, их финансируют за то и для того, чтобы они терроризировали еврейское государство. Если еще повторяю, предположим, на секунду оно исчезнет, кто же и зачем им будет платить? Денег не будет, электричества не будет, воды не будет, что там будет? Там будет то, во что превратилась Южная Африка, это была страна, которая двигалась в страну Первого мира, и сейчас она движется в страну Четвертого мира. Она превратится в то, что превратился Детройт, Детройт, индустриальная столица Америки, которая сейчас стала филиалом Гаити. Собственно, можно вспомнить и саму Гаити. Первая в истории человечества победоносная революция рабов, как было написано в моем школьном учебнике. Конец XVIII века, когда была Великая Французская революция, вот там добрые люди помогли восставшим рабам, на Гаити, темнокожим рабам победить. Вот, замечательно, победили, все, всех перебили, всех белых перебили, потом перебили всех мулатов. Прошло 200 лет, Гаити, самое страшное, самое бедное, самое отсталое, самое криминальное, самое жуткое точка на планете Земля. Вот этим же, в это же и превратится Ближний Восток, ну, не Ближний Восток, а вот эта территория от реки Иордан до воды, исторически называемая Палестина, если, еще повторяю, патчи всякого чаяния, опухоль победит. Что непонятного? Что тут запутанного? Происхождение конфликта запутанное. С происхождения конфликта все прекрасно известно. В нем нет ничего уникального. В этом конфликте, между израильским и рейским государством, ни арабами, нету ничего уникального. Любое государство, включая Россию, включая Украину, включая Америку, Германию, любое государство, любое современное цивилизованное общество, живет, развивается на территории, запятая, которые когда-то населяли какие-то дикари. это относится не только к Соединенным Штатам Америки, где были одни индейцы, это не только относится к Мексике, где были там другие индейцы, это не только относится к Германию, была Пруссия, что такое Пруссия. Вот, один из наиболее, он еще был и до всех войн, экономически, культурно развитый регион будущего большого германского государства Пруссия. Там жили пруссы, от этого названия славянское племя. Прусы там тоже славяне были, не первыми до них, там жили другие дикари, до тех дикари жили другие дикари, и в конце концов мы все с вами, европейцы, по крайней мере, мы все живем на землях неандертальцев. Неандертальцам принадлежала эта земля, именно они здесь из поколения в поколение, тут были их очаги, на которых горел огонь, и на них они жарили куски мамонтов. Теперь, почтеннейший уважаемый, а представьте себе, что сейчас, вот слушайте, зачем-то меня, а тут распахнулась дверь, и на пороге вашего дома появляется неандертальец, весь такой хороший, заросший дикой шерстью, с дубиной, и знаково объясняет вам, что вы должны покинуть это помещение, потому что он вернулся к родным очагам. Вот и все, вот и вся та же ситуация, ничего уникального нету, хотя нет, соврал, соврал, уникальным является отношение Израиля к неандертальцу, который периодически ломится в его дверь. Отношения Израиля к неандертальцу совершенно изумительные. Он создал для них, такие он, Израиль, создал для их такие условия, при которых численность сена, чрезвычайно отсталого населения, которое сотни лет эту землю держало в состоянии маляриных болот и отдельных рыбацких поселков и бедуинских кочевий. Так вот, под гнетом израильской оккупации и в результате известной израильской воинщины это население выросло то ли в 12, то ли в 20 раз. Откуда-то такой разброс в цифрах? Ну, смотрим, смотрим. Вы же знаете, как я люблю цифры. Вот это вот население, перепись эту проводили англичане, которые, сейчас чуть позднее скажу, получили мандат на эту территорию. В 18-м году на этой территории, ну, плюс-минус совпадающий, понятно, тут не может быть точное совпадение, с территорией нынешнего Израиля, плюс так называемая палестинская администрация, территория палестинской администрации, на этой территории жило 515 тысяч мусульман. Причем сразу же мусульмане и арабы это не одно и то же. Это была турецкая Османская империя с 1517 по 1917 год, 400 лет, 400 лет, 16 поколений, это была территория Османской империи, так что там, разумеется, были турки и другие мусульманские народы, которые населяли, это огромная гигантская империя, так что 515, это тысяч мусульман вовсе не значит, что 515 тысяч арабов. А сколько их сегодня? А сегодня их вот так. в статусе полноправных граждан государства Израиль с израильским паспортом, израильской медстраховкой, возможности голосовать на израильских выборах, выдвигать представителей в КНЕССЯ, в местные органы власти, короче, совсем фаршем. Граждан Израиля арабов 2 миллиона, цифра вся перед вами, в так называемой территории контролируемой палестинской администрации, то есть, под властью Нахмуда Аббаса 2,5, даже несколько больше, 2 миллиона 568 тысяч арабов, а в секторе газа 1 миллион 800 тысяч человек, итого примерно 6,5 миллионов, то есть, их стало в 12 раз больше. Ну, чтобы вы меня понимали. В 1897 году Российская империя была проведена последняя в истории этой империи перепись населения, а перепись показала, что на территории, которая была там обозначена как Европейская Россия плюс Сибирь проживала ровно 100 миллионов человек. Ну, Европейская Россия это то, что сегодня Европейская часть Российской Федерации, Беларусь, Украина, но Украина и Беларусь без западных областей, потому что Польша там считалась отдельно. Так вот, на этой территории проживало 100 миллионов. 100 умножить на 12, это миллиард 200. При таких темпах роста совокупное население трех основных славянских государств, Россия, Беларусь и Украина, сейчас было бы 1,2 миллиарда. Ну, поменьше, конечно, чем в Китае. Почему это я там ляпнул, что может быть все-таки их не в 12, а в 20 раз? Потому что это же не все. То, что вы видите в этой табличке, арабы граждане Израиля, плюс арабы на территориях Махмуда Аббаса, плюс арабы в Газе, 6,5 миллионов, это же не все. Есть же еще так называемые палестинские беженцы, а с палестинскими рассеянные по многим арабским странам, а с беженцами у нас вообще полная беда. Дело в том, что в 1948 году этих беженцев было 420 тысяч, а сейчас соответствующая структура Организации Белоруссии Белоруссии, числятся, зарегистрировали и платят деньги в 5 миллионов 262 тысячи. Было 420 тысяч беженцев, а стало 5 миллионов 262. Как такое может быть, спросите вы меня с некоторым удивлением. Отвечаю, дело в том, что тут много уникального. Все, что связано с событиями или вокруг еврейского государства, становится каким-то уникальным. А поэтому миролюбивая международное сообщество, Организация Объединенных Наций приняло абсолютно уникальное и единственное решение. Всегда, во всех случаях, к сожалению, очень много беженцев было в 20 веке, и в 21 веке оказалось, наверное, не меньше, всегда беженец это тот, кто убежал. Вот он, его ребенок, плюс, ну, как бы это сказать, ребенок в организме матери. Вот это беженцы. А тот, кто убежал сам вместе со своим ребенком или беременная женщина, которая уже потом родила, будучи беженцем. Применитых палестинцам принято уникальное решение. Статус палестинского беженца стал что-то вроде статуса шляркича. Он наследственный. Беженцами считаются те, кто убежал, а также их дети, а также их внуки, и следует руке, наверное, и их правнуки. Поэтому я надеюсь, что все вы, мои дорогие зрители, будете же долго и счастливы увидятся, когда их будет уже 15 миллионов этих самых палестинских беженцев. Так что тут нужно сказать, как они размножились под властью жестокой израильской военщины. Но мировая общественность это понимать не хочет. Мировая общественность любит рассуждаться о границах, но, ребята, я не против, давайте мы пару слов скажем о границах. Значит, как я вам уже доложил, в 1517 году этой территории, территория Палестины вошла в состав огромной гигантской Османской империи. А вот ее карта на пике могущества. Как видите, Черное море стало внутренним Турецким морем, Агейское море стало внутренним Турецким озером, да и большую часть Средиземноморья. Но всему приходит свой конец. 400 лет, Первая мировая война, Турецкая империя рухнула, так же, как рухнула Российская империя, Австалинецкая империя и Германская империя. И на их обломках стали создаваться тогда она по-другому называлась, которая никогда не была. А на территории распавшейся, разгромленной Османской империи стали возникать государства. Вот она, Сирия перед вами, вот она, перед вами Иран, появившийся. И коричневая заливочка это территория британского мандата. То есть, страны-победители, страны Антанты, Франция и Великобритания взяли на себя, точно так же, как победители Второй мировой войны, так здесь, Первую мировую войну, взяли на себя, провести некую политическую, административную реорганизацию этих ставших бесхозными территорий огромной рухнувшей Турецкой империи. Вот британцы получили свой мандат, территорию, которая залита перед вами, и поближе то, что интересует нас, вот так выглядели границы, так называемые подмандатные Палестины, образца 24 апреля 2020 года. Именно на этой территории и в соответствии с мандатом Лиги указанием Лиги наций, Британия, Великобритания должна была создать еврейский национальный очаг. Впервые была заявлена декларация Бальфора, министр национального дела Великобритании в 2017 год, то есть этот процесс продолжался, скажем так, формирование своей границы в 2017 по 2022 год. Вот так должно было выглядеть еврейское государство. Как понимаете, и западный берег Иордана, и восточный берег Иордана, еще огромная территория. Такой палец, вот видите, палец направо уходит для того, чтобы, ну, просто так они нарисовали, французцы с англичанами, по линеечке привели, чтобы подмандатный британский Ирак, ну, то, что сейчас называется государственным Ираком, имел непрерывную территориальную связанность с подмандатной британской Палестины. Каковы, еще раз повторяю, вот этот, на этой территории британцы должны были создать, предоставить возможность для создания еврейского государства. Но это продолжалось недолго, уже в 22-м году миролюбивая общественность решила, все-таки, как-то многовато. Ну, в общем, решили так и подмандатную Палестину и разделили то, что вы видите сейчас перед собой. Мальчики налево, девочки направо. Налево по этой схеме, то есть, к западу от реки Иордана и туда до Средиземного моря еврейское государство, а к востоку от Иордана, направо по этой картинке, арабское государство, там, Хашемитское было некое племенное такое объединение, у них был свой король, и вот это Хашемитское королевство Иордане, как оно называлось тогда, официально, это арабское государство. Соответственно, те арабы, которые хотят жить там, могут идти туда, те, кто хотят остаться на территории еврейского государства, могут остаться так. Так оно все было решено, и все бы было замечательно и хорошо, и никакого палестинского вопроса не было, так же, как никто сегодня не произносит слова иракский вопрос, сирийский вопрос, чешский вопрос. Слышал, кто-нибудь, когда-нибудь это сказал. А границы Чехословакии, границы Сирии, границы Ирака, и границы Палестины были нарисованы буквально в одни и те же годы и месяцы. Однако, Британия не выполнила возложенную обязательность, наглым образом, наглым образом не выполнила, она не только не создала условия для формирования еврейского национального государства, наоборот, она вооруженным путем, вооруженной силой препятствовала туда еврейской миграции. В результате, в ходе того, что происходило во время Второй мировой войны, евреи из Европы не могли воспользоваться этим местом, этим очагом, этим государством, как убежищем, что имело известные последствия. Почему-то Британии это все сошло с рук. И, наконец, наступил 1947 год, и в 1947 году уже не Лига наций, тогда это уже называлось Организация Объединенных Наций, как вы все слышали, не менее тысячи раз вы это слышали, что мировая общественность после Холокоста вот так вот разжалобилась, слезы текли по глазам, по щекам, и вот из жалости сострадания к еврейскому народу они решили ему создать. Да, из жалости сострадания в 1947 году уже Организация Объединенных Наций, правоприемник Лиги Наций приняло решение об еще одном разделе. Вот то, что мальчики налево, мальчики направят это первый раз, это 22-й год, а теперь мы давайте еще на этом клочке, вот на этом клочке, между западным берегом Иордана и берегом Средиземного моря еще его разрежем и нарисовали вот так. Желтенькая заливка, это там должно было быть создано арабское государство, осенненькая заливка еврейское государство, то есть еврейское государство это полоска шириной не более там 15-18 километров, то есть простреливаемая любой полевой артиллерии, полоска вдоль берега, плюс кусок там на севере, а то, что огромная территория вроде бы внизу, вот такая сосулька свисает, это практически необитаемая безжизненная пустыня Негев. Евреи на это согласились, еврейское сионерское агентство на это согласилось, арабы сказали никогда, здесь не будет никакого еврейского государства, ни большого, ни маленького, а те, кто сюда понаехал, выкинем в море. Таким образом, вместо того, чтобы создавать государство на западном берегу, арабы начали войну, война эта закончилась, известно, чем для них, и дальше, и дальше вот эта картинка. Постоянно зрители нашего канала знают, как я ее люблю, я с этой картинкой ношусь как списанной турбой, очень я ее люблю. Это скан, это скан советского атласа, политический атлас мира, изданный комитетом по картографии при Совете министров СССР 1980 год. В 1980 году советское правительство считало, что территория западного берега это Иордания. Да, действительно, в ходе войны 47-48 годов, войны за независимость, иорданская армия, наиболее мощная вообще-то в этом регионе, захватила вот эту территорию так называемого западного берега, Иудея-Самария, в более понятных и правильных выражениях, и вместо того, чтобы создать там какое-то палестинское государство, просто аннексировала эту территорию, присоединила к Иордании, и до 1988 года иорданцы считали, что это Ихо. Хотя в 67-м году, в 67-м году, во время шестидневной армии выбила оттуда противника, она оттуда выбила никаких-то палестинцев, никакую-то палестинскую, в кавычках, несуществующую армию, и не оккупировала никакую, в кавычках, несуществующую Палестину. В 67-м году, во время шестидневной войны, израильская армия выбила оттуда иорданскую армию, выбила оттуда армию оккупантов, которая абсолютно противозакона в нарушении всех резолюций на Совет, за ООН и так далее, занял эту территорию и взял ее под свой контроль. Вот, собственно говоря, вся простая и ясная история про границы. А то, что советским людям это никто не объяснял, понятно. А то, что миролюбивая прогрессивная общественность всего мира, включая студентов Гарварда, это ничего знать не желает, не желают, и объяснять им невозможно, потому что они этого не слушают, это бы все полбеды, это четверть беды, это вообще не беда, бог с ними. Беда, большая настоящая беда в том, что это за последние десятилетия разучились понимать и слышать в самом Израиле. А сейчас вы увидите фрагмент видео, пару слов об авторе, о чем идет речь. Речь идет о том самом музыкальном фестивале, на котором как минимум 260 человек было убито, пока у меня столько обнаружено трупов, еще неизвестно, сколько увели заложников оттуда. Музыкальный фестиваль, если рейф можно назвать музыкой, на мой взгляд, это, конечно, не музыка, но дело вкусов. Вот этот самый музыкальный фестиваль, который собралась молодежь, вы помните, у Макаревича, они торчат под рейф и чем-то пудрят носы. Поселение, но рядом с поселением расстояние, если по гуглю мерить, 5,5 километров от линии разграничения с сектором газа. А тот человек, который вы сейчас увидите, он там не был, он чудом там не оказался, поэтому он чудом жив. Он любитель этой музыки, вероятно, знаток этой музыки, он ведет YouTube-канал, посвященный именно этому музыке рейфа, и как она развивается и воспринимается в Израиле. Он сам израильтянин, он живет в Израиле, он русскоязычный израильтянин, там очень немаленькие подписки, там где-то 50 тысяч подписчиков, что для достаточно очень маленькой аудитории, Израиль вообще небольшая страна, любители рейфа еще меньше, то есть, вероятно, достаточно известный в этих кругах человек. Он записал видео после трагедии, там погибли просто его друзья, просто люди, которых он лично знал, с которыми он лично общался, это погибли его друзья, это трагедия. Конечно, он возмещен, конечно, он негодует, конечно, он потрясен. И вот этот человек, живущий в Израиле, гражданин Израилю, который только что погибли друзья, начинает нам рассказывать про этот чрезвычайно запутанный конфликт. С тех пор у обеих сторон озверение на почве патриотизма и уникальности, недостатка ресурса и полное нежелание никаких отношений с другой культурой. Одним Бог пообещал избранности, квадратные километры, другим то же самое и те же апартаменты. Конфликт уже длительное время находится в состоянии равновесия. Он выгоден политической верхушке как Израиля, так человек и Палестины. Вот так вот. Все крайне неоднозначно. У них своя правда. У нас своя правда. А кто же знает вообще, что тут есть правда. Дальше он цитирует, причем очень одобрительно. Говорит, это мой друг. Вот мой друг из Иерусалима. То есть, опять же, живет в Израиле. Наверное, гражданин Израиля. Вот его друг пишет. Вот он наше дело показывает. А вслух я это дело читать не хочу. Желающие почитают. Ну, понятно. Нам предлагают, вот это друг мы пишут, что надо стать на место вот этих бедных несчастных людей, которые там вот за этой колючей проволокой, в этой газе. Работы нету. Ничего нету. Они доведены до отчаяния. Ну, как шартеры-трактористы Донбасса. Они доведены до отчаяния. Вот надо стать на их позицию. Понятно. Ну, а что им делать? Ну, что им еще делать, если не перелечь через заборы в отчаянию, резать, убивать, отрезать головы, стрелять, насиловать и так далее? Ну, что им еще этим бедным людям делать? Мы должны войти в их положение. А беда. Беда большая, настоящая, полноценная беда. Я никогда об этом не говорил публично. Я не думаю, что я когда-то стану об этом говорить публично. Но, по-моему, нынешняя ситуация делает это допустимым. Большая, настоящая беда в том, что Израиль к этой трагедии, трагедии 7 октября 23-го года, шел давно, целенаправленно. Едва ли не полстраны туда шагала бодрым маршем. Но началось это самое малое. Самое малое это началось со Слиных соглашений. Так называемое соглашение ОСЛО. Почему ОСЛО? Потому что предварительные переговоры, тайные происходили в ОСЛО, столице Норвеги. А затем уже в Вашингтоне 13 сентября 93-го года. Та самая знаменитая лужайка Белого дома. Билл Клинтон. Премьер-министр израильец Хак Рабин. Главой палестинских террористов Веселья Рафат. Пожали друг другу руки. При этом, кстати, присутствовал министр национальный отдел России Козырев тогда. Пожали руки. Сказали, что у нас теперь начинается новая жизнь. Мы подписали соглашение о новых принципах. В чем эти принципы? Эти принципы были за сколько-то? 150 лет. В малейших деталях, описанных в басне Крилова, Волк на псаре. Напоминаю текст. Мой волк сидит, прижавшись в угол задом, зубами щелкая и ощетине шерсть. Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть. Но, видя то, что он не перед стадом, и что приходит, наконец, ему расчестся за овец, Пустился мой хитрец в переговоры, и начал так. Друзья, к чему весь этот шум? Я ваш старинный сват и кум, пришел мериться к вам, совсем не ради ссоры. Забудем прошлое, уставим общий лад. А я не только впредь не трону здешних стад, но сам за них с другими гриз царат и волчьи клятвы, утверждаю. Именно так, пункт за пунктом, каждая строчка этого стихотворения описывает историю Осталовских соглашений. Значит, еще раз повторяю, это 93-й год. А к тому моменту организация так называемого освобождения так называемой Палестины во главе с Сарафатом была фактически в состоянии агонии, предсмертной агонии. Понятно, что скандалируемый залив территории их выбили. Они переместились в Орданию, пытались устроить там военный мятеж, захватить Ластанье. Их очень жестко, жестко, по-свойски, по-братски. Танками раскатали, оттуда выкинули, они переместились в Ливан. Там они устроили следующую гражданскую войну, их выкинули оттуда. В сентябре 1982 года Ессер-Рафат покинул, покинул, и он и вся эта там... Остатки организации, остатки руководства переместились далеко, 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 аж в Тунис, ребята, где Тунис и где Израиль, где Палестина, там 2,5 тысячи километров, все, от них уже ничего не осталось. Кучка, кучка так называемого начальства, уже к тому времени разворовавшая много сотни миллионов долларов всяких международной помощи, уже почти никем не управляемые, практически не существующие группки террористов, а тут еще Горбачев, а тут еще новое мышление, а тут еще рушится Советский Союз, то есть главный спонсор, главный спонсор палестинского, в кавычках, палестинского терроризма исчезает, а новые еще не появились, а Иран, ну Иран, конечно, существует, Иран много тысяч лет существует, но того, что сегодня из себя представляет Иран, еще в помине нет, и фактически вот эти загнанные, загнанные в угол от бессильной злобы, щелкающие зубами, в Тунисе уже никому и незачем не нужны. И тут израильские левые решают их спасти, израильские левые их внимательно выслушивают, они выслушивают сообщение о том, что не только впредь не трону здешних стад, но сам за них с другими, говорит Сцерат, возьмите за стул, крепко сядьте, крепко сядьте, 10 тысяч единиц стрелкового оружия. Израиль в рамках этих соглашений, в рамках соглашений, в которых появляется палестинская администрация на территории Иудеи и Самарии, так называемый Западный берег, там создается в соответствии с этими соглашениями, не просто согласие Израиля, а при помощи Израиля создается 100 тысяч, извиняюсь, 10 тысяч, еще раз, я оговорился, 10 тысяч, 10 тысяч палестинская полиция, которую Израиль полностью вооружает сам, передает им, ну там, соответственно, 10 или сколько тысяч, возможно, больше, единиц стрелкового оружия. Эти замечательные соглашения, был ОСЛ-1, потом был ОСЛ-2, они были в октябре 1995 года представлены в Кнессе, это израильский парламент, за них проголосовало 61 за, 59 против. Если бы в Израиле была нормальная конституция, то, наверное, там было бы прописано, что решение такой важности, решение, ставящее буквально вопросы жизни и смерти существования государства, его территорий, его границ, те, кто находится около этой границы, должны приниматься каким-то квалифицированным большинством. Однако большинство 61 за, 59 против. Эти решения были приняты, была создана так называемая Палестинская администрация, и началось. Первая антифада, вторая антифада, взрывы, взрывы, теракты, убийства, сотни убитых, следующая сотня убитых, мы уже провалим за тысячи убитых, и начался просто мир и благодать. Это был первый этап. Да, да, Ицхак Рабин заплатил за него собственную жизнь, он был убит 4 ноября 1995 года, что, конечно, не есть правовой вариант решения проблемы, а хуже другое. Политического наказания и политической смерти тех сил, политической, я подчеркиваю, которые это решение приняли и навязали обществу, навязали в стране, при весе 61-59, мне произошло, соответственно, дальше появляется следующий шаг, дальше так называемый Итнанкут, выход из газа, это лето, весна, лето, в августе было видено 2005 года. Я тогда просто там был, я тогда там был, там была, я помню, ожесточеннейшая общественная дискуссия, я, разумеется, ходил с оранжевой ленточкой, это был такой, а символика тех, кто был против выхода из газа, мне все, взрослые люди, сурово говорили, сними, не позорься, ты ничего не понимаешь, что тут вообще, что тут пытаешься понять, а без года недели, мы тебе все объясним, так надо сделать, это еще лучше, понимаешь, в чем дело? Вот пока там наши, пока там наши еврейские поселения, на территории газа, мы не можем их бомбить, это, ну, фактически живой щит, вот когда мы наших оттуда всех выведем, и все, и вот первая же ракета, вот после первой же ракеты, которая прилетит из газа, раскатаем все до гладкой земли. Слушал я этих людей, признавался безоговорочно в том, что я ничего не понимаю, я тут без года недели, а про себя задавал вопрос, ну, ребят, если у вас действительно есть бейцин, если у вас действительно есть воля, политическая воля, моральная решимость, раскатать газу, техническая возможность, конечно, есть, а зачем надо для этого дожидаться вот этой пресловутой первой ракеты, потому что понятно, что она прилетит, но если бейцы им есть, то давайте это сделаем сейчас. Ну, как вы понимаете, да, вывели, вывели, там были ужасные сцены, там вытаскивали, израильская армия вытаскивала за руки, за ноги, были помятые основательно, евреев из еврейских поселений, все, вывели, прилетела первая ракета, прилетела сотая, сто первая ракета, тысяча первая ракета, и никто, и никто из тех, кто продавил это решение, я не говорю, что они должны были совершить акт самосожжения, боже упаси, что все были живы и здоровы, но никто не взял на себя политическую ответственность, никто не поднялся на трибуна Кнессета и не сказал, это была тяжелейшая трагическая ошибка. Ну, если так, если этого нет, то камень с горы катится дальше, и когда количество ракет, прилетающих из газа, уже далеко перевалилось за тысячу, произошел следующий этап, следующая остановочка на этом пути, этом пути падения, под названием «Железный купол», вы все это знаете. «Железный купол» – это самое великолепное достижение еврейских мозгов системы противоракетной обороны «Железный купол». Напоминаю, в чем смысл. Перехватывать каждую ракетку, она дешевая градовская ракетка, она три копейки стоит, если перехватывать полноценные зенитные ракеты, никаких зенитных ракет не хватит. Поэтому была создана такая система, которая в режиме реального времени, то есть за несколько секунд, при помощи радиолокатора, обнаруживает летящую ракету, вычисляет с высокой точности ее траекторию, вычисляет с высокой точности точку, куда эта ракета упадет, это все за считанные секунды, все это автоматически, все это великолепно, все это работает, и дальше уже смотрим, если эта ракета падает куда-то в пустынную местность, а там много пустыни на юге Израиля, ну и пускай падает, не надо на нее расходовать дорогущую антиракету. Если же она, расчетная точка падения, где-то в обитаемой местности, то, соответственно, уже с ромбатой системы запускается дорогущая противоракета, там у нее активная радиолокационная головка, все дела, все это дорого, красиво, эффективно ее сбивает. Смотрел я на это, слушал, слушал, и исключительно тихим голосом, абсолютно не публично, сугубо приватно спрашивал своих умных израильских друзей. Ребята, объясните вы мне. Если мудрые еврейские мозги создали такую систему, которая за несколько секунд рассчитывает всю траекторию, определяет точку падения, значит, та же самая система способна за все же секунды с высокой точностью определить и точку запуска. Так может быть, мы будем делать по-другому? Может быть, вместо того, чтобы расходовать дорогущую антиракету, для того, чтобы сбить точечную скоростную цель, мы вот просто вот туда вот, вот в точку запуска, ну, кинем 10, 15, 20 гаубичных снарядов калибра 150 мм. А территорию газа я вам показал, ширина 6 км в самом узком месте, ширина 12 км в самом широком месте, то есть просто ставим, ну, дешевые по сравнению с железным куполом, просто дармовые гаубицы и просто обычным неуправляемым артиллерийским снарядом, или там град ставим и кидаем в точку, откуда эта ракета вылетела, пакет града, по деньгам это на два нуля дешевле. Там все, понимаете ли, трудно промахнуться, даже если эти вооруженные дикари приехали туда на грузовичке каком-то, но все равно в скорость, с которой они оттуда уезжают, несопоставимо со скоростью полета ракеты. Все это технически неизмеримо проще. Давайте будем мочить точку запуска, а не перехватывать, как вратарь на летящую в воздухе с огромной скоростью ракету. Что мне на это отвечают? Другие люди мне отвечали, ты ничего не понимаешь. Другие люди отвечали, вы все ничего не понимаете, вы все приехали из этой страны, из этого Советского Союза, из этой тоталитарной диктатуры, вы ничего не понимаете, у вас нет понятия о ценности человеческой жизни, у вас нет никакой толерантности, вы не понимаете, что у них тоже своя правда, у них тоже свои дети, и мы не будем убивать этих бедных, доведенных до отчаяния людей, Вообще-то мы же их и довели до отчаяния. Мы не будем их убивать. Они будут запускать ракеты, а мы будем их перехватывать. Они будут запускать, а мы будем их перехватывать. И еще присылать им деньги. 1,2 миллиарда в год. А также будем их обеспечивать водой, электричеством, бензином. И ждать. Несерпеливо ждать, когда наконец в ответ на протянутую нами пальмовую ветвь. Они протянут нам руку дружбы. Вот так шел Израиль, и в результате и пришел. И то, что произошло на этом самом музыкальном фестивале, в пяти километрах от границы, а с вооруженными людоедами, это притча. Это притча, это ветхозаветная притча. Это страшный символ. Эти люди, это молодежь, собравшиеся туда. Хотели доказать сами себе, что в Израиле можно жить как в нормальной стране, как живут все, как живут их сверстники по всему миру, по всему золотому миллиарду этого мира. Плясать, скакать, тусоваться, нюхать, выпивать, любить девушек и замечательно так вот жить, как все, в пяти километрах от границы с вооруженными людоедами. Именно это они хотели доказать сами себе, хотя я абсолютно понимаю, что никому из них вот в таком виде, в таком виде, в такой формулировке эта мысль и в голову не пришла. И вот эти 260 трупов, возможно, больше, как писали в том же Ветхом Завете, выпьют к небу, сообщая о том, что Израиль не может быть нормальной страной. Нормальной в том смысле, в котором находится сейчас золотой миллиард с его политкуректностью, мультикультуральностью, толерантностью и прочей левой шизой. Израиль или исчезнет, или станет той страной, которая 50 лет назад, во время войны судного дня, встретила свой судный день и за три недели разгромила многократно превышающие вооруженные до зубов советским оружием армии противника. Едва ли тут возможна какая-то середина. И самое главное сейчас не то, справится ли израильская армия с нынешней вылазкой террористов. Я нисколько не сомневаюсь, да, это нет оснований для сомнения. Да, конечно. Их вышибли оттуда, словом говоря, уже к концу первого дня, по большей части их оттуда вышибли. Это эпизод. Это эпизод. 900 убитых, как это не страшно звучит, это маленький эпизод в длинной истории еврейского народа. Там миллионы убитых. Это эпизод. Главное другое. Пойдет ли урок впрок? Пойдет ли урок впрок? И будет ли смысл этой притчи, кровавой, невероятно кровавой, как и многие ветхозаветные притчи, которая заверлась прямо на наших глазах, понят и принят сказать к действию и исполнению. Такие мои мысли по этому поводу. Я счел возможным все-таки ими поделиться первый раз широкой публике. Спасибо вам за внимание.